С 1 октября все мужское население страны от 18 до 27 лет получают повестки в военкомат. Более 150 тысяч солдат-срочников пополнят ряды российской армии, а военный комиссариат Краснодарского края отправят на службу около 5,5 тысяч новобранцев. О работе призывной комиссии Славянского района расскажут наши корреспонденты Надежда Неткачева и Александр Косицын. Товарищ председатель комиссии, гражданин Ященко на призывную комиссию прибыл. Виталий Ященко – мастер спорта по тяжёлой атлетике. Он – студент факультета физической культуры, спорта и туризма Кубанского государственного университета. По семейным обстоятельствам он был отчислен из учебного заведения и сейчас вместе с остальными призывниками обязан исполнить долг перед Родиной – отправиться в армию. Конечно, я очень хочу в армию. Меня определили в ВДВ. Очень рад, готов защищать свою Родину. Буду служить в России. Но прежде чем попасть в армию, нужно пройти предварительный отбор. В ходе которого распределяют будущих армейцев в места несения службы. Этим занимается призывная комиссия. В её составе – врач медицинского освидетельствования, начальник управления образования, представители центра занятости населения, полиции и казачества, славянского ДОСААФ. Председатель комиссии, глава славянского района Роман Синеговский. Наши ребята должны служить. Сегодня 174 призывника призываются. Насколько я знаю, с Александром Надевичем разговаривали разные рода войск. Основное – это сухопутные войска. Поэтому надеюсь, что все ребята здоровы, что все достойно себя будут вести, отслужат и вернутся на Родину. На этой трассе славянского района 174 новобранца пройдут комиссию и приступят к службе в вооруженных силах. А уж в какие войска отправятся – решат члены комиссии. В войска распределяется зависимость от категории годности, то есть состояние здоровья призывника. Если он полностью здоров, то для него открыты двери в любые подразделения, подразделения специального назначения, морские подразделения военно-морского флота. Остальные ребята там уже куда Родину пошли. Комиссия работает ежедневно. Набор будущих солдат в подразделении российской армии продолжится до 15 декабря этого года. Юноши призывного возраста, уклоняющиеся от несения воинской службы, будут привлекаться к ответственности, вплоть до уголовной. Но, к счастью, в Славянском районе таких ребят немного. Большинство новобранцев считают, что отдать долг Родине – это святое. Я хочу служить, нет желания прятаться, хочу отслужить, чтобы был военный билет. В войска российской армии первые новобранцы отправятся уже совсем скоро – в середине октября. И по традиции – из Славянской автошколы. Можно сказать, что именно с этого момента для каждого из молодых парней начнётся новая, совсем иная страница жизни – армейская. Надежда Неткачева, Александр Косицын, Константин Монастыренко. Программа «События».